Обучение финансовой грамотности со школьной скамьи сейчас особенно актуально. Такие навыки помогут ребятам, когда они вырастут и попадут во взрослый мир. У детей помладше урок проходит в виде небольшой лекции, поскольку детки достаточно маленькие, и далее проходит у них конкурс рисунков. Организаторы приурочили акцию государственным праздникам, таким как День знаний и День финансиста, который как раз отмечается 8 сентября. Открытый урок организовали для учащихся пятых классов. Ребят познакомили с базовыми финансово-экономическими понятиями. Также они узнали о навыках эффективного управления личными финансами. Несмотря на то, что возраст слушателей всего 11-12 лет, многие из них уже знают, что такое инвестиции, акции, расходы, доходы, ипотека и налоги. Сегодня это уже четвертый день, когда мы проводим такую акцию. Очень меня радует, как школьники относятся к нам, относятся к урокам, относятся к играм. Они проявляют огромный интерес. Есть школьники, которые очень умные уже в пятом классе, чтобы потом, когда они выйдут уже во взрослый мир, они смогли себя вести правильно по отношению к финансам. Как экономить, на что расходовать средства. После лекции сотрудники министерства предложили ребятам провести творческий конкурс «Рисунки школьников о бюджете». Безеклассники разделились на три команды, и началось бурное обсуждение концепции рисунка. Урок был очень интересный, я много чего узнал. Я узнала, для чего нужны налоги, куда они уходят. Они уходят на ЖКХ, на дороги, на армию и медицину. В этот день аналогичный открытый урок прошел и в 11-м классе, где старшеклассники готовили доклад губернатору Московской области и решали сложные финансовые задачи. Когда приходят люди и специалисты других областей в школу к детям, проводят профориентационные беседы, проводят занятия интерактивные, всегда это детям полезно и приятно. А сегодня у нас в гостях эта акция проводится впервые Министерством экономики и финансов Московской области. Сотрудники министерства пришли к нашим детям, чтобы рассказать, что такое семейный бюджет, что такое государственный бюджет, в чем разница и как добиваться увеличения бюджета. Я думаю, ребятам было очень интересно. По результатам конкурса среди пятиклассников победу одержала команда «Копеечка». Все учащиеся получили дипломы от Министерства и подарочные книги «Бюджет для граждан». Как отметили гости, одинцовские школьники проявили высокую заинтересованность к предложенным заданиям и в целом показали высокий уровень финансовой грамотности. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».